Ребята, всем привет! Я безумно счастлива, что вам очень понравилась моя новая рубрика, тема, и сегодня её продолжение, точнее, ещё один новый выпуск. Сегодня мы будем говорить на тему дружбы, поскольку очень многие просили именно эту тему, и я стараюсь учесть все ваши просьбы. Во-первых, фон другой. На самом деле, почему мне очень нравилось сидеть в беседке, потому что я там в своём мерке, закрытом, в своём так называемом офисе, никто меня не беспокоит, плюс ко всему свет дневной, который тоже мне очень нравился, потому что у меня есть проблема, у меня есть с собой свет, но он не очень хороший, и он, скорее всего, через минут 30 перегреется, и придётся ждать, когда он остынет, и потом заново включать видео. В общем, много сложностей, круговой свет, вон он. Ну, в общем, все просили, чтобы была более уютная атмосфера, обстановочка, к сожалению, на даче. У меня не так много супер уютных атмосферных местечек, именно кто-то просил диван, плед, бокал вина. Ну, всё это, конечно, замечательно, но не знаю, не уверена. В общем, постаралась создать что-то примерно вот такое на фоне шкафа с телевизором и камином. Надеюсь, что более-менее уютно стало. Микрофона нет, и не будет бегущей строки, которая режет всем глаза. Мне почему-то казалось, что прикольно. Просто я же сама не читаю по этой строке, в общем, офигенно. Но я, как всегда, не подумала о том, что люди могут смотреть с телефона, кому-то это неудобно. Кто-то хочет прочитать историю сам, а не послушать мой голос. Поэтому мы это изменим. Поэтому где-то сбоку у нас будет появляться история. В общем, я безумно волнуюсь, потому что тема дружбы, она тоже очень сложная. И у меня тоже с друзьями были разные интересные истории. Также я постараюсь короче в этом выпуске говорить обо всём. Но, конечно же, я не смогу обойти стороной своей истории из жизни, поскольку, мне кажется, это очень важный фрагмент. Ох, скажу вам честно, не ругайтесь. Я спонтанно решила снимать это видео, поскольку у нас с погодой проблемы. В общем-то, не планировала так скоро снимать второй выпуск темы. Но всем зашло, поэтому давайте. Сейчас мне нужно найти на почте истории дружбы. У меня, на самом деле, очень много писем. Многие я пометила флажочком красным, которые прочитала уже, которые я точно в видео вставлю. Я вам об этом не говорила в прошлом выпуске, поскольку как-то он наш такой первый был, пробный. Но хочу сказать, что не все истории, вот такие, как вы уже услышали, да, там у нас было всего-то три истории, да. И они такие более-менее, ну, как бы жить дальше можно. Но, на самом деле, у меня очень много сложных историй приходят на почту, с которыми мне очень тяжело разобраться, поскольку я, ну, вы знаете, переживаю, волнуюсь, что-то не то сказать, кого-то задеть, обидеть. Вот даже в прошлом видео я говорила, что вот эта история напоминает мне что-то из детства, из школы. И там начали люди писать то, что такое у взрослых бывает. Ну, вот видите, я что-то сказала, мне просто показалось по своему жизненному опыту, что в более взрослом возрасте такого не то чтобы не может быть, конечно, все может быть, но конкретно, наверное, я по себе судила. Так что сложно. В общем, первая история дружбы. Давайте не будем затягивать, как обычно. Поехали. Юля, привет! На протяжении 10-11 лет у меня была лучшая подруга, с которой мы дружили с детского сада. Можно сказать, это был единственный человек, с которым я вообще ежедневно поддерживала общение. Мы абсолютно разные, но, как говорится, противоположности притягиваются. Но в феврале этого года человек сильно изменился. В нашем обычном разговоре она стала часто использовать выражение «во-первых», «во-вторых», как будто бы что-то предъявляя мне. Стала больше спорить, да и вообще, видимо, перестала гореть желанием общаться. Наблюдая за ее поведением, я пришла к выводу, что, видимо, у человека начался переходный возраст, и она просто выросла из нашей дружбы. Как и старой одежды, я сама прекратила наше общение, и она была не против. Я не хотела тратить свое время на того человека, который общается со мной на отвали. Юля, было ли у тебя такое? Я давно отпустила этого человека, но то, что 10 лет крепкой дружбы в один момент рухнули, тяжело понимать это. Как смириться с этим? Могу сказать так. У меня тоже были друзья, с которыми я дружила очень много лет. Очень, ну не знаю. У меня есть друзья детства, с которыми я по сей день иногда даже пересекаюсь, иногда переписываюсь, но так, чтобы дружить, уже нет. И я понимаю, что друзья это всегда такая сложная тема, в том плане, что хочу сказать вот честно, люди приходят, люди уходят. Как бы это сложно, страшно не звучало, но, к сожалению, в этой жизни все не вечно. Вот я буду сейчас такими цитатками говорить, но это правда. Такое бывает, что людям перестает быть интересно общаться. У меня до Карины тоже была лучшая подруга. И я понимаю, что очень часто бывает, что друзей связывает что-то. То есть не то, что они просто любят друг друга, знаете, вот ты просто вот мой человек, вот я жить без тебя не могу. Бывает, что вот нету такого. Бывает, что людей связывает школа, я не знаю, на даче вместе росли, как в моем случае. У меня таких историй намного больше, на самом деле. Вот в плане того, что я дружила с людьми не потому, что вот просто мы случайно познакомились, и все, вот мы живем вообще в разных городах, но мы дружим вот постоянно, любим друг друга. Вот такого не было у меня. То есть у меня бывали такие истории, что я очень круто дружила там с девочками, да, но меня с ними связывала именно школа, например. Не знаю, уж про детский садик говорить не буду. Я оттуда никого, мне кажется, не помню, только тех, кто в итоге со мной даже в школе в одном классе учился. Но такое бывает. На самом деле я считаю, что это нормально, потому что все люди вырастают, люди меняются. И не важно, сколько лет вы вместе, как по мне, вот если честно, намного страшнее. Хотя, может быть, я и ошибаюсь, потому что вот я не представляю свою жизнь без Карины, например. Ну, то есть она для меня очень важный человек в моей жизни. Она мне, ну, она мне давно не подруга, она мне давно уже с сестрой стала, поэтому я не представляю свою жизнь без нее. То есть я не знаю, что такое вот должно произойти в этом мире, чтобы вот я, там, не знаю, перестала с ней общаться, либо она со мной. У нас, слава богу, абсолютно разные вкусы на мальчиков. То есть, мне кажется, у нас нет вообще никаких причин, чтобы ругаться. Даже, знаете, вот расскажу такую историю. Бывает такое у нас в дружбе, что у Карины что-то лучше, чем у меня, она в чем-то более успешнее меня. У меня никогда нет в голове мысли о том, что как она меня бесит, почему она, почему не я ее ненавижу. У меня такого никогда нет. Я всегда безумно радуюсь за нее, потому что если она счастлива, это значит, что я буду счастливой. И мне кажется, что это настоящая любовь, родной человек. И даже если этого нет у меня, я все равно буду безумно рада за нее, поскольку вот действительно, не знаю, я знаю, что мы обе друг за друга переживаем и всегда друг за друга горой. То есть если Карина знает, что вот мне срочно что-то нужно, я не могу это найти, она всегда придумает, как мне помочь, как найти то, что вот мне нужно. То есть и это взаимно у нас. И мне кажется, что, хотя мы тоже давно дружим, и вот я, честно, я не представляю свою жизнь без Карины, но меня с ней никогда не связывала, не знаю, школа, которая в один момент может закончиться. Каким-то образом так вышло, что вот с Кариной мы по жизни вместе идем. Несмотря на то, что у нас абсолютно разные какие-то цели даже на будущее и разные там идеи жизни, какие-то взгляды на жизнь, там, не знаю, но в целом мы обе хотим там семейного счастья, да, там, хорошо устроиться в жизни, то есть как бы что-то общее, конечно же, есть, но, как я и говорила во многих своих видео, мы абсолютно, мне кажется, разные во многом, просто вот настолько разные. Каким-то образом выходит так, что мы с Кариной вот вместе по жизни двигаемся, мы вместе жили в одном доме, наши родители познакомились, потом, получается, мы с родителями переехали в другую квартиру, и мы с Кариной все равно общались, хотя нас уже даже не связывал один дом, да, в котором мы вместе жили, мы все равно дружили, общались. Слава богу, мы всегда жили и живем на одном районе, и хотя я знаю, что, скорее всего, в скором будущем Карина не будет уже жить рядом со мной, поскольку, сами знаете, скоро моя девочка станет совсем взрослой, замуж выйдет, и, конечно же, я отпущу ее, отпущу жить в другой район, если так будет суждено, но я знаю на сто процентов, что даже тогда мы не перестанем общаться, поскольку у нас еще к тому же теперь и дачи в одном месте, и, конечно, большой плюс в том, что родители общаются. И понимаю, что, в принципе, в жизни может быть такая ситуация, может быть такое, не то, что мы там друг на друга обидимся, или поругаемся из-за чего-то, а просто перестанем общаться. Я представляю, что, в принципе, это возможно, хотя я в это не верю, потому что, ну, нас слишком много всего связывает уже в этой жизни, чтобы перестать общаться. Может быть, просто мы станем меньше общаться, поскольку жизнь — это дело такое, вы вырастаете, выходите замуж, рожаете детей, уже как бы подружки, ну, не знаю, можно, конечно, дружить, но у меня столько дел. Я не знаю, я пока не знаю, как будет, поскольку еще этого ничего с нами не случилось, чтобы так говорить. Для меня всегда, на самом деле, как ни странно, намного страшнее было, типа, расстаться с парнем, чем перестать общаться с подругой. Наверное, потому что, по моему опыту, у меня было много достаточно... Ну, не много, но были подруги, с которыми я очень много лет общалась, с кем-то там, не знаю, 5, 6, 7 лет, не знаю. И в какой-то момент мы вообще переставали общаться, и было, знаете, такое вот, всем пофиг. Ну, типа, я как бы даже вот не парюсь вообще, и не думаю, ой, что это мы перестали общаться. Для меня всегда было как-то важнее сохранить отношения с парнем, что ли, наверное, потому что у меня в жизни есть цель не с подружками дружить постоянно, а выйти замуж, родить детей. Ну, как бы, я думаю, что многие девчонки меня в этом плане поддержат. Конечно, друзья, это очень важно в жизни. Особенно друзья, на которых ты можешь положиться, потому что таких людей, ну, вообще их очень мало. И я понимаю, насколько важно и ценно иметь таких людей у себя в друзьях, которым ты можешь просто вот даже, не знаю, у нас с Кариной столько раз мы друг друга выручали, что... Но при этом, как я и сказала, почему-то для меня намного страшнее потерять парня, наверное, потому что всё-таки подружка это подружка, с подружкой я не собираюсь жить, рожать детей, знаете. И, как я всегда говорю, нужно научиться отпускать людей, потому что если бы, например, с Кариной стороны я чувствовала, что она не хочет со мной общаться, что я бы, например, ей постоянно звоню, она там, не знаю, не берёт трубку, либо отвечает мне и как бы, ну, вот так вот разговаривает, типа, да, мне нечего рассказывать, я вообще, ну, нет настроения, давай лучше как-то потом. Ну, типа, знаете, вот такое вот отношение. Она просто выросла из нашей дружбы, как из старой одежды. Мне кажется, такое бывает, я прекрасно понимаю, что такое возможно. И, вот знаете, я даже думала, если бы Карина не стала видеоблогером, общались ли бы мы с ней так, как сейчас мы общаемся, потому что, насколько многие из вас наверняка знают, сначала я начала снимать видео на YouTube и вообще, как бы, заниматься всем вот этим делом. И только потом подключилась Карина к этому всему. Но мы с ней тогда общались, мы как бы занимались этим вдвоём. Но я сомневаюсь, что если бы сейчас Карина не была блогером, ей было бы интересно, там, не знаю, постоянно сниматься в моих видео, не знаю, тратить на это свою жизнь, своё время или что-то такое. Ну, не знаю, мне кажется, что судьба она такая. И вот, как я и сказала, нужно, во-первых, научиться отпускать людей, потому что если этот человек не хочет с вами дружить, не хочет с вами, не знаю, отношений, да, уже про парней и девушек тоже поговорим, если он не хочет, и вы чувствуете, что он этого не хочет, никогда насильно не заставляйте людей дружить с вами, потому что вы от этого не получите ничего хорошего. Также хочу сказать такую вещь, что каждый человек в нашей жизни, во-первых, приходит зачем-то, чтобы чему-то нас, там, вас научить, либо, не знаю, просто чтобы дать какой-то жизненный опыт, чтобы что-то рассказать. То есть каждый человек в нашей жизни, он не просто так. То есть я не верю в то, что вот мы можем просто случайно встретить какого-то человека, с ним общаться, дружить сколько-то лет, и потом резко перестать общаться, и это типа случайность такая вот была. Ну, просто подружили, но не сошлись, разошлись. То есть я верю реально в то, что каждый человек в нашей жизни, он для чего-то приходит, и каждое отношение в этой жизни это взаимовыгодные отношения. Всегда только такие должны быть. Это вот то же самое, что касается дружбы, отношений с парнем. То есть я не знаю такого, что вот ты человеку отдаёшь, а он тебе не отдаёт. То есть друг с друга каждый должен что-то иметь. И звучит это так, как будто бы я меркантильная тварь, но тут дело не в деньгах. Не в деньгах, я не знаю. Дело в том, что каждый человек должен обмениваться с другим человеком эмоциями, опытом, не знаю, настроением, советами, возможно, где-то даже что-то с деньгами, я не знаю, это если там помогать, вместе бизнес строить, ну, всякое бывает, да. Я просто к тому, что каждый человек в вашей жизни, он не должен быть просто так мимо проходящим человеком. Поэтому если у вас есть друг, который в какой-то момент вырос из ваших, там, дружеских отношений, ушёл там дальше своей дорогой, значит всё. Значит всё. Значит он выполнил свою, там, кармическую судьбу, он вас чему-то научил, дал вам какой-то урок жизненный, не знаю, либо что-то от вас тоже поимел, забрал и ушёл. Отпускайте таких людей. Никогда не держите, потому что, вот реально, я верю в то, что пока вы дружите с человеком, пока у вас есть отношения, пока у вас, как бы, вот есть этот коннект. Класс! Как только что-то такое, всё уже, как-то, ну, я что-то делать, не хочу уже дружить с ним, ну, как-то всё-таки вроде 10 лет вместе. Отпускайте! Отпускайте! Потому что вы освобождаете место в своей жизни для новых людей, которые дадут вам намного больше, чем тот человек, который уже вырос из вашей дружбы, из ваших, там, отношений и всё такое. То есть, даже если вот быстренько перескочим к теме отношений, это тоже важный момент. Если парень, не знаю, нашёл другую, влюбился в другую, отпускайте! Я считаю, нахрен не надо бороться, это моё такое мнение. Может, кто-то с этим не согласен, может, кто-то думает, нет, я буду на своём стоять, он просто запутался. Я считаю, что нет, ну, у меня нет такого понятия, я отношусь к этому так, что, например, если мне парень придёт и скажет, знаешь, я тебя больше не люблю, например, ну, вот я не знаю, вроде так давно вместе, что делать? А вдруг я буду тебя любить завтра? Сегодня я тебя уже что-то не люблю. Я ему скажу, иди! Всё! Как бы больно это ни было, отпускайте людей, потому что если происходит такой момент, то всё, ну всё! А всё, надо было раньше снимать! Поэтому каждый человек в нашей жизни, он приходит не просто так, уходит он тоже не просто так. Я понимаю, как больно терять друзей. Я понимаю. Я смотрела видео Яна Топлис, и он там такой классный видос, мне кажется, я его раз в 10 вообще посмотрела, и с мамой, и с подружками, и со Славой, и с Кариной. Там что-то про жизнь, в общем, я не помню, я здесь прикреплю картинку, как выглядит видео, забыла название, но, в общем, там про жизнь. Так сейчас не расскажу, у меня другие темы сейчас в голове. Но суть в том, что он там говорил такую вещь, я её тоже запомнила, хотя это тоже простая истина, которую все мы знаем, но вот услышать это ещё раз было полезно. И он сказал, что если вы там определённый отрезок своего возраста, в своей жизни не нашли себе друзей, то якобы там то ли до 15, то ли до какого-то возраста появляются в жизни друзья, с которыми вы останетесь до конца. Вот об этом я и говорила. Итак, ребят, сразу хочу извиниться, потому что когда у нас всё выключилось, у меня не сохранился микрофон, голос. Поэтому до этого звук был, наверное, хуже, не знаю на сколько, но просто извините за это, за технические неполадки. Я недорассказала. Так вот, у Яны Топлис есть видео, и он там говорит, что если вы до определённого какого-то возраста нашли себе друзей, то, скорее всего, эти друзья вас чуть ли там не на всю жизнь. Грубо говоря, как у меня вышло с Кариной, например. Хотя много у меня было там подружек, но они со мной не пошли до конца жизни, потому что разные взгляды, разные там цели, вообще разное всё. Всё поменялось, люди изменились, и как бы вот так. Потому что люди, там не знаю, на сколько там каждый год, но меняются. Так вот, и он сказал такую вещь, что если вы не нашли себе друзей в этот промежуток своего возраста, и у вас нету вот реально классных друзей, с которыми вы давным-давно вместе, то забейте и не расстраивайтесь, потому что потом у вас появятся дети, и ваши дети, ваш муж станут вашими лучшими друзьями. И я всегда говорю, не надо вот расстраиваться, ну, нет у тебя лучшей подруги. Ну, хочется лучшую подругу, я понимаю, хочется вместе по магазинам ходить, и всё такое. Но реально, просто найти как бы подружку, да, пусть это будет так, как приятельница, товарищ, ну, наверняка можно. Не знаю, учитесь вместе, работаете вместе. Ну, как бы, почему нет? Я всегда считаю так, у меня вот самый близкий, самый лучший мой друг, именно вот в такой жизни, да, с кем можно пойти в кино, потусить, погулять, это мой парень. Я не помню, когда в последний раз мы с Кариной ходили в кино вообще вместе. Ну, в принципе, это и к мальчикам также относится. Найдите себе любовь, и ваша любовь станет также вашим лучшим другом. У меня, по крайней мере, так всегда. У меня всегда в отношениях, ну, как бы, мой парень, он всегда мой лучший друг. Не надо никогда расстраиваться, потому что люди приходят, люди уходят, все будет нормально. Пока я ждала, когда остынет свет, я читала почту и нашла много сообщений на тему секса. Представляете? Очень многие пишут прямо вот в теме секс. То есть не отношения даже, а вот именно секс. И я хочу задать вам вопрос, хотите ли вы, чтобы я сделала выпуск, чтобы мы об этом тоже поговорили, потому что, мне кажется, это тоже безумно важная тема, просто пипец какая важная, потому что, ну, разное в жизни бывает. И там были письма, что кто-то боится этим заниматься, кто-то не хочет своего парня, и все такое. То есть как бы много интересного. Поэтому это тоже можно обсудить. А мы переходим к следующей истории. Юля, привет! Хочу, чтобы ты прочитала мое письмо и сказала свою точку зрения. Такая ситуация встречается у многих, я так думаю. У меня была лучшая подруга, мы с ней дружили очень долго, практически на протяжении всех школьных годов. В 10 классе у меня появился парень. Он знал мою подругу. Тогда он мне сказал, что моя подруга нехорошая, с ней не стоит общаться, она обманывает, наврала ему, значит, наврет и мне. В общем, он категорически против был, чтобы я с ней как-либо общалась, так как плохо влияет на меня. Мы с ней перестали общаться спустя какое-то время. После школы я уехала учиться в другой город с парнем, до сих пор вместе. Часто об этом думала, было очень тяжело переживать это все. Это два очень дорогих мне человека, и мне пришлось выбирать между парнем и подругой. Подруга тоже не очень высказывалась о моем парне. Парня я сильно полюбила и поэтому бросила подругу. Только один раз мы с ней встретились на Новый год и поговорили. Недавно я узнала, что она до сих пор хочет со мной общаться и, что бы там ни было, говорит про меня хорошо. Наверное, точно я не знаю. И я захотела с ней встретиться и поговорить. Возможно, возобновить общение. И я и написала, хотя прошло два года уже, но парень против. Не знаю, как мне быть. Может быть, ты мне что-то подскажешь и выскажешь, что думаешь. Мне будет очень приятно, если моя история попадет к тебе на видео. Я смотрю тебя уже давно, честно, даже не помню, сколько лет. Наверное, с 15 лет примерно, а мне уже почти 20. Спасибо огромное за видео. Смотрю тебя и буду дальше, если даже ты не посмотришь это письмо. Что я хочу сказать? Во-первых, я считаю, что никогда подруга не должна говорить тебе что-то плохое про твоего парня. Мне кажется, это неправильно. Если ты любишь человека, ну, как бы, это, знаете, как... Принимай, это мой выбор. Я его люблю, я с ним счастлива. Какого хрена ты что-то плохое говоришь про мои отношения, про моего парня? Я не знаю, как бы, я не очень таких подруг уважаю. И вот, как я говорила в первой истории, да, мы обсуждали то, что я считаю, что если стоит выбор парень или подруга, я всегда выберу парня. Ну, типа, Карина, извини. Карина это знает. И Карина тоже так, я думаю, выберет, потому что это логично, это нормально. Это... В этом нет ничего такого вообще. Но также я считаю, что парень не должен запрещать тебе общаться с кем-либо, говорить, с кем тебе можно дружить, с кем нельзя дружить. Но в этой ситуации, возможно, он даже прав. Если подруга говорит что-то плохое про парня, мне кажется, что это некрасиво, это неправильно, это не по-дружески, это вообще не очень. Я просто всегда очень осторожно отношусь к подружкам. Как бы странно это ни звучало, но я реально очень всегда с осторожностью отношусь ко всем подружкам в моей жизни, потому что подружки разные бывают. Бывают такие подружки, которые за твоей спиной могут к твоему парню подкатывать, еще что-то, или там просто какие-то пакости делать. Тем более подружки, мне кажется, всегда очень любят что-то за спиной сказать. И я, конечно, к этому так отношусь, ну, типа, ну, такое. Ну, и вообще, я считаю, что настоящая подруга никогда не будет тебе какую-то грязь говорить на твоего парня. Сколько вот мы с Кариной знакомы, сколько разных историй там было у нас вот именно такого плана, знаете, даже в моих там прошлых отношениях что-то там не так было. Я Карине могу сказать то, что вот, представляешь, какая беда, вот такая несчастная. Она мне никогда ничего не скажет плохого, да потому что он такой плохой, такой сикой. Она никогда так не скажет. Она может сказать, ну, может быть, тебе нужно там это, может быть, ты хочешь это самое, может, ну, ладно, не рестраивайся, может быть, подумай так, подумай сяк. Ну, то есть, никогда не было такого, что там Карина какую-то грязь говорит про моего парня. То же самое, что я никогда ничего плохого не скажу ей про Оскар, ну, потому что это неправильно, ну, как так? Это же ее выбор, она любит этого человека, она с ним счастлива. Как, вообще, какое право я имею говорить какие-то такие вещи? Если вы не уважаете выбор своего друга, своей подруги, там, да, выбор в плане отношений, и постоянно говорите, фу, тебе там плохой парень, или у тебя вообще отстойная девушка, то получается, что вы этого же друга своего не уважаете, раз он сделал такой, фу, выбор. Ну, вы поняли, да, о чем я говорю? То есть, если бы мне Карина начала говорить, типа, Юль, вообще, у тебя ужасный парень, вообще, ужасный, как ты вообще могла с таким начать встречаться? Это значит, что она считает, что я сама тоже ужасная, потому что раз я пошла на такое, ну, как бы, поняли, да? Поэтому нафиг таких подружек, я считаю. Ну, опять же таки, я считаю, что парень не должен, ну, так же, как и девушка, ну, не должны запрещать общаться вам с кем-либо, тем более, если вы действительно очень хотите общаться с этим человеком, всегда можно сказать парню, типа, знаешь, да, ну, она не будет, там, моей лучшей подругой, я не собираюсь ничего рассказывать про нашу, там, совместную жизнь, еще что-то, какие-то секретики раскрывать, просто вот у меня такая ностальгия. Хочу пообщаться с человеком из прошлого, например. И, ну, мне кажется, что все равно даже в какой-то момент вам самим не захочется общаться с таким человеком, потому что, во-первых, время, плюс ко всему, если у вас отношения есть, ну, как бы, ну, зачем уже? Строите, там, не знаю, свою жизнь, найдите новых друзей, реально. Зачем возвращаться вот к прошлому, тем более, к таким людям, которые какую-то грязь говорили про ваши отношения? Привет, очень хотела бы услышать твое мнение. У меня была очень близкая для меня подруга, и в один момент она начала общаться с моим бывшим. Не говорила, что с ним общается. Мне абсолютно плевать на того человека уже, но он, грубо говоря, просто украл у меня подругу. Мне было очень сложно с этим мириться, и мы очень поссорились. Имея общих знакомых, я узнала, что они встречаются, но это было ожидаемо. Но самое обидное, что из-за этого всего я лишилась еще одной подруги, которая пошла за ней хвостиком. Через общих знакомых я узнаю, что они смеются, издеваются, унижают меня в своей компании. Мне, конечно же, очень обидно, потому что по факту я ничего им не сделала, просто ушла из их жизни. Вот прошло уже полгода, мы все еще не общаемся, и я понимаю, насколько люди гнилые, и что мне не хочется с ними больше общаться. Но в то же время у меня есть какая-то надежда, что все изменится и будет как раньше. И я знаю через общих знакомых, что они не против общаться, но я просто из принципа не могу это сделать. Мне кажется, уже ничего не будет как раньше. Как думаешь, стоит ли подвинуть свою гордость? У нас весь выпуск, мне кажется, по поводу дружбы, да, ну просто вот те письма, которые я нашла сейчас, в данный момент, поскольку на самом деле про дружбу не так уж и много писем, как вам может показаться. Они еще есть, но просто писем очень много, и поэтому у нас будут еще, конечно же, выпуски про дружбу, но суть не в этом. У нас весь выпуск получается вот такой. Отпускай! Реально! Все, иди дальше. Забей на всех, забудь про всех, подружек и своей прошлой жизни. Я так считаю. Вот опять же таки, что я здесь могу посоветовать? Я считаю, что тут дело не в гордости. Мне кажется, что лучше просто для самого же человека будет пойти вперед и не обращиваться на старых знакомых, которые какое-то время тебя унижали, обсирали там за спиной твоей, хихикали над тобой. Мне кажется, что это вообще фу. Тут дело не в... Хотя, знаете, я в принципе гордый человек. Но если я люблю человека, там, не знаю, неважно, кто это, парень, подруга, я отступлюсь. Я свою гордость спрячу куда подальше и пойду первой на примирение. Могу даже, грубо говоря, не знаю, извиниться, если я знаю, что в принципе моей вины-то тут и нет. Но это просто, знаете, такой момент, что не каждый человек может извиниться. И мне кажется, что сильный человек это тот, который придет и помирится с тобой первым, а не тот, который будет сидеть и как бы... Стоя, никуда не пойду. Я считаю, что вот это вот метание... Знаете, вот такую тему, я вообще к этому так странно отношусь. Если вы расстаетесь с парнем, то все. Ну реально, забудьте. Просто вот не надо вот этих расстались, месяц, там, вместе не пожили там, не в отношениях общих, да, а потом опять сошлись. Потом опять расстались, потом снова сошлись. Так же и с друзьями. Ну честно, ну я не знаю, одно дело, когда вы там не ругались, а просто из-за чего-то перестали общаться, потому что живете в разных местах, нет общего там какого-то дела, чтобы вам постоянно каждый день переписываться. Не знаю, живете вообще далеко друг от друга на разных районах. У меня просто много таких историй, у меня много таких друзей из детства, например, с которыми нас по сути ничего не связывает, кроме того, что мы вместе росли, мы знаем друг друга с детства, и, например, на дачах мы вместе живем. То есть у меня на даче здесь есть друзья, вот правда. Но суть в том, что в Москве мы с ними как таковой особо не общаемся, не пересекаемся, поскольку, во-первых, живем на разных районах, во-вторых, у всех там своя какая-то уже взрослая жизнь, и мы с кайфом проводим время на даче, когда видимся, нам есть что вспомнить, о чем поболтать. Ну то есть, вот как бы есть такое в жизни, но я считаю, что, ну вот, не надо зацикливаться. И вот по поводу отношений тоже, я, честно, я никогда не понимаю. У меня были такие отношения, наверное, на протяжении года, не знаю, наверное, около полтора года, что-то такое. Мне было лет, не знаю, тринадцать. Ну, конечно, это были несерьезные отношения уж, да, но вот такое было реально, что мы с мальчиком встречались, типа два месяца, потом где-то на месяц или неделю расстаемся, потом снова вместе. И вот так вот постоянно, и это было так тупо, потому что за время, пока мы, типа, не вместе, он там встречался с какой-то другой девочкой, я в этот момент, там, не знаю, с другим мальчиком могла переписываться, и потом мы снова, типа, сошлись. Честно говоря, я понимаю, что, ну, это такое, это просто поугарать, ну, это просто вот делать мне нечего. Я к этому так отношусь, то же самое с друзьями, потому что у меня за всю мою жизнь действительно было очень много разных знакомств, очень много разных друзей, с которыми я не общаюсь сейчас вообще. Хотя мы не ругались, ну, реально, я ни с кем не ругалась, никогда, ну, не ругались, конечно, но вот так вот, чтобы именно перестать общаться из-за того, что мы поругались, такого не было. Но те люди, которые за моей спиной могли что-то говорить, какие-то гадости про меня, их нет в моей жизни. Ну, типа, вот как это произошло, их больше нет в моей жизни, потому что я считаю, что, ну, это как бы многое говорит о человеке. Единственный момент, одно дело, когда вы дети, вы можете, конечно, что-то там вот такое сделать, пока ты еще не вырос и не понял, что это как бы, ну, крысы-то, вот, так не делают. Вот, и пока вы дети, конечно, могут происходить какие-то такие моменты, но если ты уже считаешь себя взрослым человеком, там, не знаю, мне кажется, ну, даже уже в 16-17 лет, мне кажется, это уже непозволительно такое делать, то есть, ну, мне кажется, все. То есть, как бы, если вы дружите, то вы дружите, вы уважаете вашу дружбу, цените ее, и вот без всяких таких приколов. А по поводу того, что там подруга ушла к твоему бывшему, например, да, и все такое, и даже если тебе плевать на бывшего, для меня это все равно тоже странно. А вот, если честно, вот опять! Так, в общем, на чем мы там остановились? Ты, например, рассталась с парнем, и вы, допустим, уже, не знаю, полгода не встречаетесь, все, и твоя подруга начинает с ним встречаться. И, наверное, если подруга делает такой вот шаг, мне кажется, что можно с ней больше не дружить. У меня была такая ситуация, но! Я была той подругой, которая начала встречаться с мальчиком, с которым встречалась моя подруга когда-то. Точнее, как когда-то. В общем, странная такая ситуация получилась, но с той девочкой мы как бы перестали общаться, и я понимала, что если я начну встречаться с ее бывшим, то как бы мы перестанем общаться. Это было очень давно. Это как раз, кстати, тот мальчик, которого я ждала в кафе час когда-то, и он не пришел, и вообще забил, и потом вот рассказывал мне всякие сказки, что он билзанит, который мне врал, и все такое. Поэтому, на самом деле, девочки, подумайте сто раз, если ваша подруга рассталась с этим парнем и говорит, что он так себе, может быть, это правда. Ну, в общем, мораль такова, никогда не встречайся с бывшим своей подруги, потому что раз он бывший, значит, он не очень. Хотя есть вероятность, что просто они характерами там не сошлись. Выпуск, не знаю, насколько получился интересный, насколько хорошие какие-то советы где-то я смогла дать, честно говоря, не знаю. Все вот это из-за того, что свет постоянно выключался, у меня постоянно мысль из головы уходила, пока я ждала, когда он остынет. Не знаю, ребята, обязательно пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этих историй, которые мы сегодня с вами прочитали, увидели, услышали, какой совет вы бы дали этим людям. И, как всегда, я говорю и в этом же выпуске тоже скажу, что это лишь мое мнение, мои мысли, то, как сделала бы я, как я считаю. Это не то, что правильно для всех, это не... Нету единственного, да, одного рецепта, который поможет всем жить счастливо, прекрасно. Поэтому просто послушайте, что я говорю, надеюсь, что вам было интересно, надеюсь, что вам понравился этот выпуск, надеюсь, что вообще, в принципе, вам нравится моя новая рубрика, где мы просто болтаем, обсуждаем всякие истории. Ну и обязательно не забудьте написать в комментариях, хотите ли вы услышать продолжение, но на тему секса я очень... Ну не, я не волнуюсь, я вообще на самом деле, вот если честно, если бы вы со мной общались в жизни, вы бы поняли, что я вообще на любые темы спокойно могу говорить, просто на ютюбе, ну как бы, есть иногда такое, ну как бы, ну не, ну я не буду об этом говорить, ну зачем на всю страну рассказывать про секс, хотя казалось бы, наоборот, очень полезно, потому что никто об этом не говорит, а я же знаю, что моя аудитория уже выросла и подрастающее поколение тоже смотрит меня и я хочу, чтобы все знали, секс, он есть и еще есть предохранение, которым можно пользоваться. В общем, обязательно оставляйте комментарии, я все читаю, все лайкаю, все ваши советы учту в следующих выпусках и надеюсь, что этот выпуск по картинке, по вашим рекомендациям и просьбам стал лучше. Кстати, кто-то просил, чтобы я в выпусках миксовала темы, типа говорила одна история, например, на тему отношений, другая на тему дружбы, третья там на тему еще чего-то и многие писали также о том, что лучше, чтобы одна тема была на одну тему, поэтому я думаю, все-таки будет правильно, если каждый выпуск у нас будет на одну определенную тему, как предыдущий первый выпуск, пилотный, назовем его так, был на тему отношений, этот на тему дружбы, а следующий у нас, возможно, на тему секса. Все зависит от вас. Обязательно ставьте лайки, чтобы я поняла, что вам нравится. Ну, ну и все! Всех люблю, целую, обнимаю, будьте счастливы, здоровы, находите, или даже не находите, пусть вас найдут ваши настоящие друзья и никогда не забывайте, что даже если у вас нет друзей, пошли нафиг! Реально, нафиг! Скоро вы встретите мужа или жену, у вас будут дети, это будут ваши самые лучшие друзья и вообще. Друзья, они для чего нужны? Чтобы поддерживали, чтобы помогали, чтобы были рядом, а не только для того, чтобы ходить там в кафешке, киношке и всякой там фигнёй заниматься. А помогали, поддерживали и были рядом могут и ваши родные, поэтому тоже хочу сказать, никогда не забывайте про свою семью, про своих родных, близких, про своих родителей, потому что они тоже могут быть вам очень хорошими друзьями, с которыми можно и поболтать, и даже в кино сходить, и побеситься, и потусоваться. На этом всё, всех люблю, всем пока! До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч! Продолжение следует...